Какие объекты Лян-Каранского перешли к шейху? Рафшанджаниев, Лян-Каранский, старался вывести свои активы в Европу через шейф Хахамзата и делал все возможное, чтобы защитить совместный капитал. Финансовое могущество криминальных авторитетов всегда манило СМИ своей таинственностью. Оно и понятно, потому что воры в законе минус одна из самых загадочных и закрытых глав современной истории. Но правда в том, что сегодня настоящих воров в законе защищают те же адвокаты, услугами которых пользуются миллиардеры из списка Форбес. Любопытные детали, указывающие на экономическое влияние кавказских воров в законе, удалось узнать спутник Азербайджан в ходе журналистского расследования. Так, некоторые криминальные авторитеты могли бы составить конкуренцию самому Дону Вито Карлеони, главе одной из самых могущественных кланов Итало-американской мафии, семейства Карлеони, будь он жив. В октябре этого года спутник писал об отелях Люкс в Италии, перешедших после смерти криминального авторитета из Азербайджана Ровшина Джаннева, Ровшина Лян-Каранского, во владение вора в законе чеченца Хамзата Гастамирова, 1975 года рождения, известного в криминальном мире как Шейф Хамзат. Напомним, что Лян-Каранский за наличные деньги в один месяц купил люкс-отель или сирену си-отел-чо-воде и сарачене в итальянском городе Позитона. Этим и привлек внимание финансовой полиции Италии. Причем, первый отель был приобретен за 52 миллиона евро, а второй – за 49 миллионов евро. Правоохранители вышли на Джаннева, хотя криминальный авторитет оформил отеля не на себя. Отель Чуваде и Сарачене был оформлен на супругу Шейфха Хамзата, с которым Лян-Каранский крепко дружил. После смерти Джаннева Шейф стал инициатором объединения двух турецких и одного чеченского мафиозных кланов против врагов Джаннева. Отель Лесиренуси Лян-Каранский оформил на одного из своих родственников. Однако сегодня оба отеля принадлежат смотрителю общей европейской кассы мафиозных групп Шейфу Хамзату. В этом году адвокату чеченца отсудили отель Лесиренуси у родственников Джаннева. Известно, что когда итальянская полиция вышла на Джаннева, последний вынужден был передать все крупные вложения под контроль Гастамирова. Но это не все объекты, приносящие доход в европейскую кассу мафиозных групп. В Европе клан Гастамирова контролирует оптовые базы, поставляющие товар на российские рынки и не только. А между тем выяснилось, что бюджеты воровских касс взаимопомощи, или так называемых общаков, могут конкурировать не только с активами настоящих банков, но и реально являться таковыми. Источники, приближенные к криминальным кругам, рассказали спутник Азербайджана о группе компаний, подконтрольных Шейфу Хамзату. Любопытно, что ранее чеченец не мелькал на страницах СМИ, хотя в базе данных МВД Федеральной службы безопасности России, ФСБ, на этого криминального авторитета заведено 37 уголовных дел и досье. Ведь начинал он свою карьеру с Арбаты сразу после распада Советского Союза в 1992 году. Тогда под его контроль перешел армянский ресторан «Аривик», расположенный возле Киевского железнодорожного вокзала. Сегодня на этом месте стоит торговый центр «Европейский», со владельцами которого являются олигархи, уроженец Тавузского района Ильхамрагимов и выходец из Азербайджана Гот Ниссанов. Сразу после ресторана «Эрвик Шейф» Хамзат обложил данью владельца ночного клуба и грузинского ресторана «Мзюри», которые находились на Старом Арбате в подвальном помещении дипломатического представительства Грузии в Москве. Здесь удача повернулась лицом к молодому чеченцу и вскоре все доходные объекты на Старом Арбате, как карточный домик, легли под его контроль. В 1999 году Гастамиров уже пользовался определенным влиянием, когда в Москве на горизонте появился Рэвшан Леонкиаранский. Последний быстро подружился с Гастамировым, объединился с ним в 2000 году и заручился силовой поддержкой чеченца. Джаниев был коронован авторитетом Мерсиумуром Абдулаевым, который в начале 2000-х годов вел ожесточенную криминальную войну за право контроля над овощными базами и рынками столичного региона. Уже тогда Леонкиаранский для себя решил, что выведет все свои активы через Шейф Хахамзата в Европу. Близкое окружение Гастамирова делало все, чтобы о нем знало как можно меньше людей, то есть держало его в тени и всячески оберегало. Этому же правилу следовал Леонкиаранский. Основной целью такой тактики являлась защита сколоченного чеченцем капитала, который мог быть в любую минуту потерян, узная о нем кто-нибудь из еще более влиятельных любителей легкой добычи. Сегодня Гастамиров, семейный клан которого относится к исконному чеченскому Тейпу Нашха, является смотрителем европейского общака. По информации, представленной спутник Азербайджан представителем ФСБ РФ, который сотрудничает с Интерполом в деле розыска российских криминальных авторитетов, Шейф Хамзат контролирует не только европейский общак, но и ведает делами крестного отца российской мафии Захария Калашева, шакра молодого. Впервые о том, что европейский общак будет передан в распоряжение Шейф Хахамзата, была озвучена шакра на сходке в Армении. Необходимость передач в ведение чеченца европейского хозяйства шакра возникла после ареста последнего. Известно, что шакра был задержан в июле этого года и обвиняется в вымогательстве денег у владельца московского ресторана Элименс. А хозяйство у шакра немаленькое, это букмекерские конторы в Европе, казино в Лаз-Вегасе, ювелирный дом по переработке алмазов в Бельгии, пакет акций крупной российской нефтяной компании и многое другое. Кстати, шейф Хамзат и шакра вместе владеют 50% акций ювелирного дома в Бельгии. Помимо этого, чеченец крошует всех европейских ювелиров, выходцев из стран СНГ. По данным источника, шейф владеет 35% акций казино отеля ЧАЕ Сарспалач в Лаз-Вегасе, который входит в список крупнейших гостиниц мира. Финансовое могущество кавказца настолько велико, что в августе этого года на семейном празднике шейфа Хамзата присутствовали звезды Голливуда Аль Пачина и Роберт Деньера, а также известный футболист Зенит Динзидан. В свою очередь источник, приближенный к криминальным кругам, представил спутник Азербайджан список германских и голландских компаний, ныне полностью подконтрольных воров законе Гастамирову, совладельцем которых ранее был Равшан Джаниев, Рейнбоу Интернационал БВ, Стаайфу От Грауполдинг, Фруид Чампаны БВ и Саннинфруч ДГМБХ. Это обковые овощные базы, которые поставляют продукцию на рынке России, Белоруссии и Украины. Два года назад шейф Хамзат и Равшанлян Киаранский расширили свои активы, приобрели в Мюнхене отель отел Софитель Мунич Баерпост, который стоил 82 миллиона евро. 10% финансовых вложений были сделаны со стороны Джаниева, но сегодня этот отель полностью под контролем Гастамирову. Продолжение следует...